Здравствуйте, друзья! Сегодня мы закрываем сезон детской программы апельсины и последний выпуск пройдет в очень милой, пушистой, четвероногой компании. Сегодня мы отправимся на выставку собак, узнаем интересные факты о некоторых породах и вспомним самые яркие моменты нашей программы. Оставайтесь с нами, будет интересно. Тысячи лет с нами рядом живет собака, верный друг и помощник. Предком домашней собаки считается волк. Он был первым животным, которого человек принял в свой дом. Понадобилось очень много времени, прежде чем хищник забыл далекие привычки и стал настоящим другом человеку. Собаки любой породы отличаются искренней привязанностью к хозяину, а человек рядом со своим любимцем становится добрее и ответственнее. Не зря маленький принц говорил, мы в ответе за тех, кого приручили. Это лита, порода чухуахуа. Ей уже два года. Мне кажется, это порода для девочек, потому что она миниатюрная, ее удобно носить на ручках. Она очень... Ее можно одевать в одежду, если кому-то нравится. Ну, вообще, очень милая, очень умная собачка. Зовут Тимофея, нам три года. Иди сюда. Порода, это же красный утреер, то есть жестко-шерстный. Ее зовут Альма, ей один год. Ну, она хорошая, добрая, я с ней вряю. Это порода хаски, зовут ее Мила, ей год и четыре. Ну, у нее свой нравный характер. Это порода чухуахуа, ее зовут Альма, ей два года. Она очень маленькая, бывает длинношерстная и короткошерстная. Когда у нее резали зубы, она погрызла кухню. Вы ее сильно ругали за это? Нет. Мою собаку зовут Грей. Ему десять месяцев. Мягкий, красивый и всегда играет со мной. Утром я встаю примерно в часов семь, выгуливаю собаку перед школой. Потом надо ее вычислить, помыть лапы, вычислить. Легко подается тренировки? Нет. Тяжело? Да, заниматься надо долго. А за что ты любишь здесь? За то, что она красивая, послушная и за то, что вообще моя собака. Традиционно местом проведения выставок собак в Солигорске является зона отдыха Ковалева-Лоза. На этот раз здесь прошло сразу три республиканские выставки собак. Собак всех пород, выставка ретриверов и спаниелей, выставка лайок, шпицев и прототипов. Это очень ответственное мероприятие. Хозяева волнуются, вычесывая четвероногих. А милые создания, в свою очередь, наслаждаются процессом наведения красоты, знакомятся друг с другом и ждут выхода на ринг. Кстати, оценивают собак эксперты из России и Польши. Обращаю внимание не только на экстерьер, это внешний вид собаки, но и на поведение в целом. На ринге собак выводят раздельно по возрастным группам и породам. Собаки получают оценки и, соответственно, оценкам медали. Уже в самом конце выставки эксперты выбирают лучшую собаку выставки в конкурсе Best in Show. На этом месте мечтает оказаться, наверное, каждый, знающий себе цену пес. Интересные факты Лайки – непременные помощники охотников. Обладают хорошо развитым чутьем, привязчивы к людям, нетребовательны, легко приспосабливаются к условиям содержания в больших населенных пунктах, в квартирах, при этом и сколько не теряя своих охотничьих качеств. Лайку можно считать одной из старейших пород собак, служащих человеку. Шпицы были любимцами женщин Екатерины Великой, императрицы Жозефины, королевы Марии Антуанетты. Нежное создание является только с виду декоративной собачкой. В душе шпиц очень храбр и жаждет приключений и подвигов. Поэтому в полном смысле диванной собачкой его нельзя назвать. Ему доставляют радость прогулки и исследования всего нового. Бигль уже более ста лет попадает в список самых престижных пород. Это добродушные собаки, активные и жизнерадостные. Настоящие массовики-затейники для детских игр. Представители этой породы отличаются умом и сообразительностью. Они любят, когда хозяин ими занимается. Но, как ни странно, дрессировать их не так уж просто. Как и всякий аристократ, Чао-Чао выглядит величаво и ведет себя весьма сдержанно. Молчаливый Чао-Чао был у Зигмунда Фрейда и у короля музыки Элвиса Пресли. Эта порода насчитывает тысячелетнюю историю и является одной из любимейших собак китайской знати. Здравствуйте, меня зовут Данил, мне 10 лет. У меня есть любимая собака Оливия, продавасхайд Ваттерьер. Полное ее имя Оливия Штази, но ласково я зову ее Оливка. У нее хорошая разусловная. Оливке уже 4 года. Она веселая, умная и очень красивая. Иногда мы участвуем в выставках. И каждый раз Оливия получает награды, кубки, медали, для которых в квартире есть отдельная полка. За это время Оливия завоевала много титулов. Я люблю гулять с ней на улице. Оливке нравится бегать с другими собаками и гонять кошек. Каждое утро она будет меня вместо будильника и провожая в школу. После школы встречает, виляя хвостом. Оливка самый преданный друг, и я ее очень люблю. Напомню, что первый выпуск детской программы «Апельсин» вышел в эфир 4 ноября 2015 года. С тех пор в съемках программы было задействовано свыше тысячи детей. Гимнастки, баскетболисты, футболисты, экологи, исследователи, впрочем, что говорить. Давайте лучше увидим самые яркие моменты нашей программы. Продолжение следует... На сегодня это все. Ну а вам, мои юные телезрители, я желаю отлично провести летние каникулы. До встречи осенью. Пока. Субтитры подогнал «Симон». Субтитры подогнал «Симон»